Здравствуйте дорогие любители шахмат, подписчики моего канала на ютюбе и зрители. Меня зовут Евгений Гринис. Приглашаю вас на учебное видео в шахматную школу Евгения Гриниса. Бесплатную шахматную школу в интернете для всех тех, кто хочет улучшить свою игру. В этом новом видео мы продолжим знакомство с изучением приемов позиционной игры, а именно с темой открытая линия. О том, что сила ладьи особенно проявляется, когда она находится на открытой линии, знают многие шахматисты. Поэтому они стараются располагать свои ладьи на таких линиях, то есть на вертикалях, свободных от пешек. Но когда оба противника обладают аналогичными знаниями и применяют сходную стратегию, то это зачастую приводит к разменам тяжелых фигур на открытой линии, из-за чего такие знания о стратегии большой пользы не приносят. Хорошо продуманный стратегический план должен предусматривать завоевание открытой линии в такой момент, когда ладьи противника не смогут помешать нашему замыслу. О том, как можно завоевать открытую линию, и пойдет речь в данном видео. Для иллюстрации вышесказанного я выбрал сегодня партию из творчества чемпиона мира Тиграна Петросяна. В видео мы очень коротко познакомимся с вариантом, встретившимся в данной партии, чтобы расширить ваш шахматный кругозор. Если же вы захотите глубже познакомиться с дебютной теорией этой системы за белых или за черных, то вам надо будет самостоятельно посмотреть больше партий сильных шахматистов, для чего в описании под видео вы найдете ссылки на соответствующие страницы моего сайта. Эта партия была сыграна в 1961 году на сильном международном турнире в Бледе в Югославии. Противником Петросяна в данной партии был известный гроссмейстер Мигуэль Найдорф из Аргентины. В партии был разыгран вариант Земеша в Староиндийской защите. Причем Петросян был большим знатоком Староиндийской защиты за белых, а его противник за черных. В какие-то моменты этого видео я, может быть, буду задавать вам вопросы или давать задания, решения которых или даже просто попытка поиска решения и должно принести вам максимальную пользу в плане повышения силы вашей игры. После того, как будет дано задание, вам надо будет сделать паузу в видео и попытаться найти решение. Не слишком опытные шахматисты могут для поиска решений поставить рядом с экраном шахматную доску. Вам разрешается передвигать фигуры на доске. После того, как вы запустите видео снова, вы услышите от меня решение. Как и всегда, ссылки на страницы моего сайта, соответствующие темам сегодняшнего видео, вы сможете найти в описании под видео, если развернете его полностью. Другие видеоролики по сегодняшней теме вы сможете найти в моих плейлистах, ссылки на которые я также помещу в описании под видео на ютюбе. Кроме того, их можно будет увидеть в графических примечаниях в самом видео. В анализе и оценке различных позиций в этом видео мне, как и всегда, будет помогать мой друг-кроссмейстер с рейтингом примерно 2700, которое я в дальнейшем буду называть просто компьютер. Для кого это видео может быть особенно полезным, так это для тех, кто играет или собирается играть в Староиндийскую защиту. Кстати, у меня уже было довольно много учебных видео по Староиндийской защите и ранее. Вы сможете найти их в плейлистах по ссылкам в описании. В такте Гран-Петросян играет d4, конь f6, c4, g6, конь c3, слон g7, белые играют e4, и возникает Староиндийская защита. Чёрные играют d6, и f3 характеризует систему земеша. Я сказал, что Петросян был знатоком Староиндийской защиты. Он играл не только систему земеша за белых, и другие варианты. И в частности, в Староиндийской защите есть система, которая называется именем Петросяна. Когда белые играют конь f3, рокировка, слон e2, e5, d5, первый ход к системе Петросяна, и на конь bd7, слон g5. Вот эта позиция уже характерна. Это основной вариант из системы Петросяна. Позднее систему Петросяна с успехом применял экс-чемпион мира Владимир Крамник. В партии было сыграно f3, и чёрные ответили ходом e5. В наше время чаще всего встречается короткая рокировка, но e5 возможно. Петросян играет конём на e2. Также возможно продолжение d5, запирая центр. конь g2 было сыграно, и Найдорф отвечает ходом c6. Это одно из многих возможных продолжений в этой позиции. Белые играют слон g5. Хороший ход. Это связка коня популярна во многих вариантах староиндийской защиты, защиты, в том числе и в том варианте, который я вам до этого показал, в системе Петросяна. Связав коня, белые затрудняют проведение чёрными подрыва f7, f5, что является главной идеей чёрных во многих вариантах староиндийской защиты. Найдорф играет конь b на d7. Оттеснение слона ходом h6 в этой позиции почти не встречалось, так как оно ведёт к ослаблению позиций чёрных. После слон e3 рокировка fd2 с выигрышем темпа белыми. Чёрные должны ответить король h7 и эту позицию Петросян играл бы с удовольствием. Конь b на d7 было сыграно. Петросян играет здесь d5 запирая центр и захватывая пространство. Петросян любил позиции закрытого типа. Кроме этого хода встречалась ещё fd2 пока не закрывая центр. d5 Найдерф ответил конь b6 атакуя белую пешку c4 конём. После этого хода начинается самостоятельный теоретический вариант. Всё что случилось в партии до конца варианта вошло в дебютную теорию. То есть эта партия имеет теоретическое значение. В случае cd последовало бы конь берёт на d5 так как теперь при коне на d7 чёрным не так просто попасть конём на d4 в то время как слабость пешки d6 реальна. Также хорошо было для белых и cd с более стандартной позицией. выбор между конь берёт на d5 и cd это дело вкуса. Конь b6 было сыграно. Белым надо защитить каким-то образом пешку c4 Петросян играет конь c1 чёрный играют cd они вскрывают линию c чтобы позже в случае длинной рокировки белых создать игру по этой линии против белого короля cd и рокировка. Какой позиционный план вы бы выбрали за белых в этой позиции и как бы вы продолжали на месте Петросяна? Сделайте паузу. Петросян играет а4 Белые начинают операции на ферзевом фланге. Казалось бы в момент когда развитие ещё не завершено а король находится в центре доски. Заниматься фланговыми операциями рановато. Но на самом деле использовать некоторую отсталость белых в развитии чёрным чёрные не в состоянии. Важную роль при этом играет белый слон на g5 тормозящий развитие контр-игры чёрных на королевском фланге. Так как пешка белых могла быть продвинута на a5 и даже на a6 захватывая большое пространственный перевес на ферзевом фланге чёрные играют a6 по крайней мере не допуская что белая пешка продвинется до a6 конь с c1 идёт на b3 белые увеличивают количество своих фигур на ферзевом фланге и к тому же конь на c1 не выполнял какой-то работы слон d7 a5 прогоняя коня назад и захватывая больше пространства на ферзевом фланге конь c8 слон d3 развивая слона и готовя возможно короткую рокировку ферзевый фланг чёрных зажат у белых преимущество при положении пешки на b7 удобными полями для белых коней являются поля c4 и a4 то что на a4 белый конь может быть побит слоном не имеет большого значения потому что белопольный слон чёрных очень важен в староиндийской защите и если его отдать за коня это будет означать что белые будут господствовать на белых полях в этой позиции найдерф играет b5 это хороший ход он стабилизирует положение пешек ферзевого фланга затрудняя атаку белых и используя то обстоятельство что белым невыгодно сейчас брать чёрную пешку b5 на проходе ходом a b почему белым это невыгодно чёрные играя ферзь берёт на b6 избавляются от неприятной связки коня f6 и планируют в дальнейшем манёвр конь h5 возможно конь f4 и f5 то есть чёрные освобождаются они получают контр-игру поэтому петросян 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 не стал брать эту пешку на проходе сможет сможете ли вы в этой позиции отыскать важный позиционный манёвр петросяна петросян 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 теперь при чёрной пешке на b5 поле b4 становится базой для коня белых откуда он нацеливается на слабости позиций чёрных в первую очередь это пешка a6 и поле c6 конь e7 коню на c8 делать нечего и Найдерф переводит его ближе к королевскому флангу заодно избавляясь от неприятной связки коня f6 петросян пошёл конь b4 последовательный ход атакуя пешку a6 коню белые загружают защитой ладью чёрных и тем самым обеспечивают себе овладение открытой линией c чёрная ладья будет постоянно привязана к пешке a6 и поэтому не сможет противостоять белой ладье по открытой линии c сам петросян правда считал ход g4 лучший лучшим препятствующей препятствующей манёвру чёрных конём на h5 так как это снижало возможности чёрных на королевском фланге ну можно поверить петросяну который был большим знатоком староиндийской защиты и особенно узнал когда белым играть делать такие ходы как g4 или h4 компьютер однако считает что ход конь b4 сделанный в партии сильнее но теперь чёрные могут пойти конь h5 проигрывая на ферзьевом фланге чёрные стремятся создать свою контр-игру на королевском и этот ход конец теоретического варианта оценка позиции компьютером у белых преимущество петросян пошёл g3 не давая коню встать на поле f4 петросян самокритично считал что в этом ходе не было необходимости и что лучше было примириться с вторжением чёрного коня на f4 и сыграть ферзь d2 чтобы после кони f4 брать коня слоном взятие коня слоном не приведёт к выигрышу пешки а приведёт к вскрытию диагонали слона g7 который будет пробивать и пешку b2 и петросян считал что после кони f4 белым надо рокировать в длинную сторону шансы длинную шансы и петросян о ходе d2 но считает что после длинной рокировки шансы сторон равны и предлагает вместо длинной рокировки белых короткую с перевесом у белых в партии было сыграно g3 возможно неточность f6 сначала прогоняя слона и после слона e3 черный играет f5 начиная стандартную игру на королевском фланге в стране индийской защите и петросян сыграл ладья c1 это рискованный ход так как белые демонстрируют что их король неплохо расположен и в центре возможно это так так как позиция носит закрытый характер и белые занимают открытую линию ладьей белые смогут правда в случае необходимости рокировать на королевский фланг вот в этой позиции видно что черные не могут противопоставить белой ладье на c1 свою ладью на c8 потому что она не может покинуть пешку a6 получается что такая сильная фигура как ладья привязана к какой-то пешке потому что в случае потери пешки a6 в белых образуется проходная пешка a5 и позиция будет черных будет проиграна компьютер считает что после короткой рокировки и хода черных f4 чего опасался петросян белые могут пойти слон b6 нападая на ферзя ферзь e8 и g4 нападая на коня не давая вскрыть королевский фланг и что это вело к преимуществу белых по мнению компьютера петросян пошел сделал рискованный ход и занял открытую линию ферз e8 черные стараются не пустить белого коня на поле c6 и держит это поле тремя фигурами ладья c7 ладья проникает на предпоследнюю горизонталь черные играют коня f6 в случае fd8 стараясь вытеснить ладью седьмой горизонтали могло последовать слон b6 с перевесом у белых кони f6 было сыграно белый играет fd2 d2 возможно петросян опасался делать здесь короткую рокировку из-за взятия пешки на e4 fe слон h3 но компьютер считает что после ладья f2 конь g4 ладья берет ладью шах ферзь берет ладью слон b6 белые сохраняли перевес но петросяну этот вариант чем-то не понравился он сыграл fd2 черные берут на e4 пешкой они определяют положение в центре f e слон h3 угрожает конь g4 петросян пошел слоном на g5 для того чтобы спокойно вести свою игру на ферзевом фланге белым надо обезопасить себя на королевском вопрос для чего петросян делает этот ход делайте паузу черные сыграли ладья f7 и петросян берет коня слоном неожиданный размен казалось бы сильного чернопольного слона на коня обычно такое не делается поэтому это очень интересный ход необычный ход что белые отдают сильного слона за коня для этого петросян играл на предыдущем ходу слон g5 конь f6 мог стать слишком неприятной фигурой ладья взяла слона или слон берет на f6 тогда белый играет ферзь h6 нападая на слона h3 слон d7 если слон g2 нападая на ладью то ладья g1 слон g7 промежуточный ход нападает на ферзя ферзь e3 и нельзя здесь играть слон h3 почему сделайте паузу на слон h3 следует g4 с поимкой слона на h3 поэтому после ферза 6 слон d7 рокировка с преимуществом у белых а в партии было взято на f6 ладьей слон f1 предлагая размен слонов белые хотят разменять как можно больше фигур на королевском фланге чтобы на ферзе тогда на ферзе на фланге у них будет явный перевес слон g4 слон e2 слон h3 слон f1 повторение ходов для выигрыша времени на обдумывание слон g4 найдорф не возражает против повторения ходов и ничей но петросян играет на выигрыш слон g2 ферзь f8 h3 нападая на слона если бы сейчас было возможно ладья f1 то вся предыдущая рискованная игра белых была бы оправдана но ладья f1 плохо из-за ладья берет на f1 шаг слон берет на f1 и ферзь f3 если теперь побить коня который остался без защиты на e7 то это плохо для белых почему сделайте паузу и за ферзь берет на e4 шаг король f2 ладья f8 шаг вот эта ладья которая стояла на a8 всю партию подключается к атаке король g1 и как здесь черным лучше всего продолжать сделайте паузу когда накоплен большой перевес в силах на каком-то участке доски где ведется атака на короля то хорошей идеей часто является поиск жертв например для уничтожения защищающих фигур противника так и в данном случае черный жертвует ладью за слона прикрывающего короля ладья берет на f1 шах король берет ладью ферзь h1 шах ферзь проникает в тыл противника король f2 ферзь берет на h2 шах король f1 слон h3 шах король е1 ферзь g1 шах король е2 ферзь f1 шах король е3 слон h6 шах белые уже потеряют ферзя но после король е4 единственный ход следует слон а f5 мат ферзь f3 f3 d3 d3 не беря коня на е7 ладьей кажется черные должны соглашаться на размен ферзей после чего перевес белых на ферзевом фланге быстро решает партию но ферзь h1 ладья берет коня на е7 ладья f8 позиция черных уже выиграна например конь d2 ферзь g1 с угрозой матанная f2 и черные выигрывали поэтому в партии Петросян не пошел ладья f1 сыграл h3 слон h6 нападая на ферзя ошибочно было играть слон f3 из-за рокировки и у белых лучше слон h6 ферзь d3 и черные ответили слон c8 это ошибочное решение черные отступают Найдорф не сыграл ладья f2 из-за связки ладья f1 к своему удивлению после партии Найдорф убедился что жертва ферзя ладья берет на g2 которую компьютер видит моментально ладья берет на f8 ферзя шах ладья берет на f8 давала черным ничью после hg взятия слона ладья g1 шах король e2 и здесь еще надо было найти ход ладья g на f1 и король белых попадает в коробочку ладья с f8 на f2 шах король d3 ладья f3 шах шах король e2 ладья f2 шах король d3 ладья f3 шах с вечным шахом в партии было сыграно слон c8 так как Найдорф не нашел эту жертву ферзя ладья f1 разменивая ладью не участвующую в игре на ферзевом фланге петросян уменьшает количество фигур черных которые могли бы участвовать в атаке на белого короля ладья взяла на f1 шах ферзь берет на f1 белым удалось избавиться от неприятностей и они с удовольствием разменяли бы и ферзей но черные не соглашаются ферзь ферзь d8 нападая на ладью ладья отступила на c3 слон слон g7 ферзь f2 обезопасив королевский фланг белый переключается на ферзевый где их ладья безраздельно владеет открытой линией c h5 не помогала ладья b8 из-за ферзь a7 с большим преимуществом у белых h5 h5 было сыграно как бы вы здесь продолжали на месте петросяна делайте паузу ферзь b6 ход решающий партию после размены ферзей белая ладья на открытой линии должна решить исход борьбы избежать размены ферзей практически невозможно потому что если ферзь куда-то отступит то теряется пешка d6 ферзь берет на b6 белые взяли ферзя водья b8 в случае a5 нападая на коня могло последовать конь c6 атакуя коня e7 а также пешку a5 и после конь берет на c6 dc у белых выигранная позиция из-за связанных проходных пешек но еще красивее после a5 сыграть конь берет на a5 жертву коня ладья берет коня на a5 и как теперь сделайте паузу ладья ладья берет на c8 слона с шахом конь берет ладью и пешка проскакивает на b7 это комбинация на тему ртутная пешка белые выигрывали в партии была сыграна после a b ладья b8 кажется что у белых могут возникнуть проблемы с пешкой b6 ладья c7 проникая на предпоследнюю горизонталь с нападением на коня которому некуда ходить слон f8 защищая коня a5 и черные действительно выигрывают пешку на b6 казалось бы черным удалось выиграть пешку и избежать всех опасностей но следует конь b4 на c6 атакует атакует коня e7 кроме того при случае может быть и ход конь a7 выигрывая слона поэтому черные вынуждены взять коня конь взял на c6 и в этой позиции черные с лишней пешкой сдались у них висит слон на c8 и он имеет только один ход это слон на b7 тогда конь a5 белые атакуют слона b7 у которого единственный ход слон a8 ладья c8 атакует слона на a8 у которого единственный ход слон b7 и теперь после ладья b8 нападая на слона b7 двумя фигурами черные теряют слона b7 из-за связки поэтому найдорф сдался данная партия показывает что ладья владеющие открытой линией это большое преимущество которое уже само по себе может привести к выигрышу партии поэтому поэтому достижение указанного преимущества следует рассматривать в числе основных позиционных приемов в шахматах но захват открытой линии во многих случаях не является конечной целью для ладьи свою максимальную энергию она как мы видели в этой партии развивает на предпоследней горизонтали итак в этом видео мы с вами кратко познакомились с одним вариантом системы земеша сторониндийской защиты с темой завоевания открытой линии проникновением ладьей на предпоследнюю горизонталь с приемами реализации позиционного преимущества я надеюсь что это видео вам понравилось и было для вас полезным если это так ставьте лайки подписывайтесь на мой канал по ссылке через youtube и комментируйте данное видео как я уже говорил в нескольких последних видео не стоит подписываться на мою страницу в google plus в моих видео и в описаниях под ними вы найдете ссылку для подписки на мой канал через youtube тем кто уже подписался на мою страницу на google plus я советую расторгнуть такую подписку чтобы переподписаться по моей ссылке через youtube я продолжаю вести борьбу с липовыми подписчиками на свой канал мне такие подписчики на моем канале не нужны на своем канале я как могу исключаю все липовые подписки из числа подписчиков все они тщательно скрывают свою идентичность может быть они подписываются через google plus или они используют настройки в разделе конфиденциальность в своем аккаунте на youtube при этом под раздачу к сожалению могут попасть и нормальные подписчики поэтому если вы хотите остаться в числе моих подписчиков снимите пожалуйста галочку со строки не показывать информацию о моих подписках если вы эту галочку туда поставили только в этом случае я смогу в любое время проверить являетесь ли вы моим подписчиком или нет ну а те кто не подписан на мой канал вряд ли смогут что-либо на нем комментировать или задавать вопросы ну а те чьи подписки я не смогу в любой момент проверить на ютюбе будь то по причине подписки через google plus или по причине скрытия информации о своих подписках могут быть навсегда исключены из числа подписчиков моего канала так же как я это буду делать с фиктивными подписчиками если вам нравится мой канал и вы захотите способствовать повышению его популярности вы можете использовать опции под видео добавить ваш плейлист поделиться в социальных сетях например в фейсбуке или твиттере спасибо тем кто поддерживает небольшими пожертвованиями мой канал это мне очень приятно так как дает мне понять что есть люди действительно ценящие то что я делаю ссылку для поддержки моего канала можно найти в описании под этим видео а также на многих страницах моего сайта до свидания до новых встреч